Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Танч Боровой. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Константин Танч, вы так внимательно смотрите на мои наушники, что мне аж неловко. Я уже переживаю, как бы моя голова в этих наушниках больше не смотрелась и не прикрывала вам экран. У вас есть наушники, чтобы они прикрывали щёки? Да, вуаль, вуаль. Константин Танч, давайте перейдём сразу к серьёзным темам. И начнём с очередного фейка, который был сегодня, то есть не сегодня, а на этой неделе запущен. Ну, откровенно говоря, против Дональда Трампа. Мы на этой неделе уже обсуждали с Гарри Табахом эту всю историю в самом начале этой недели. Собственно, это было в понедельник, когда мне так-то много времени прошло. Значит, в чём суть? Для зрителей, напомню, в Washington Post вышла статья, в которой якобы изложен мирный план Трампа, в соответствии с которым Украина должна отдать Крым и Луганску, и Донецку области для того, чтобы установился мир с Россией. И якобы это план Трампа по, значит, слухам источника Washington Post. Естественно, штаб Трампа дезавуировал эту всю информацию, Трамп не высказывался на этот счёт. И в общем и целом мы имеем дело снова с фейком и попыткой окунуть в фекалии одного из кандидатов президента Соединённых Штатов Америки, то есть господина Трампа, со стороны журналистов. Кто заинтересован в распространении подобного рода слухов, которые, очевидно, ставят Трампа в неловкое положение и, очевидно, являются ложью? Ну, идёт борьба демократов, социал-демократов Соединённых Штатов, демократической администрации с Трампом, который, очевидно, побеждает. Вы знаете, в своё время я обращался с этим к Зеленскому с предложением, просьбой, воззванием расследовать события, которые привели к оккупации Крыма. И там в этих событиях не последнюю роль играл зам генерального секретаря НАТО Александр Вершбол, демократ, представитель демократической партии тогда при Обаме. И, вы знаете, никаких расследований в Украине не началось. Главная причина, с моей точки зрения, что эти расследования обнаружат ту совершенно предательскую, провокационную роль демократической партии, демократической администрации. Но вот в период сдачи Крыма, в период, когда Крым подарили, они подарили Путину, рассчитывая на то, что он наестся этим и перестанет быть агрессивным. Вот, но мы с вами уже знаем, что это, значит, вода не удовлетворила. Они пытаются уйти от ответственности демократической администрации за то, что они сделали. И вот во время войны этой, которую Путин начал, и в которой они занимали очень странную позицию, не допустить поражения Путина. То есть агрессивный, варварский режим, нападающий на Украину, и на Польшу уже, между прочим, и на Молдову, и на страны Балтии, провокации во всяком случае там осуществляются, не допустить его поражения. Но это очень провокационная позиция, и в этом смысле, конечно, им нужно искать виновных, тех, кого можно, на кого можно ткнуть пальцем и сказать, вот, вот они все, это они и виноваты, они мы. Ну вот, они ищут козла отпущения, для них Трамп может стать, или они хотят, чтобы он стал козлом отпущения, вот, но пока им это не очень удается. Кристина Антонович, я скажу непопулярную вещь, которую вы, безусловно, знаете, так, политика навсегда сопряжена с насилием, об этом, кстати, говорил Такер Карлсон в недавнем своем интервью. Ну, это правда, да, политика, это всегда про насилие, и политика, она по своей природе всегда аморальна, так. А если политика аморальна, значит, это не политика, это правозащитная деятельность. Это уже слова Березовского, не хочу, так сказать, плагиатить цитаты классиков. Это он говорил про Сергея Адамовича Ковалева. Константинович, если руководствоваться, да, вот этой максимой, так. То можем ли мы говорить о том, что, в принципе, ту политику, которую проводил, ну, Белый дом в 2014 году, это была аморальная политика, так. Потому что, пытаясь не допустить вооруженных столкновений и подбивая Украину не сопротивляться аннексии Крыма, фактически в тот момент Белый дом заложил основу под Большую войну, а сейчас закладывает под Континентальную войну. Да, вы правы. Ну, тут есть, понимаете, всё-таки есть некоторая грань, которую мы должны видеть. С одной стороны, конечно, есть объяснение, оправдание. Довольно часто они такого морального характера. То есть, вот мы совершаем ошибки и делаем ошибки, желая лучшего. Понимаете? Но, с другой стороны, ну, надо понимать, что вот сегодня демократическая администрация, совершая ошибки, она решает. И это очень видно, очень прозрачно, она решает задачу сохранения собственной власти. Вот, и во многом так называемые ошибки демократической администрации – это осознанное преступление в своё время Валерии Ильини, что очень красиво и правильно сказала про Путина. Там кто-то ей говорил, что Путин совершает ошибки. Я сказал, у Путина, у чекистов не бывает ошибок. Это всё осознанные, хорошо продуманные преступления. Ну, вот, когда дело касается демократической администрации США, социал-демократов, социалистов, я всё-таки настаивал бы на том, что это осознанные преступления, которые совершаются для сохранения власти, и которые оправдываются иногда, оправдываются некоторыми моральными соображениями. Константин Анатольевич, как мы понимаем, сейчас Белый дом – это не самый лучший союзник для Украины в борьбе с российской агрессией. Но вот у нас есть коллективная Европа, и сегодня один из официальных лиц вот этой коллективной Европы, то есть Европейского Союза, чуть не сказал, Советского Союза, ошибка по Фрейду, Европейского Союза заговорил о необходимости формирования собственного зонтика безопасности, потому что на американский зонтик уже рассчитывать нельзя, в нужный момент он может просто не раскрыться. Действительно ли мы переходим к, скажем, новой итерации развития международных отношений, когда Америка уходит в себя и действительно в нужный момент может не раскрыть зонтик над Европой? Либо это политика, либо это тоже игра в пользу демократов и против Трампа. Ну, вы знаете, есть такой эксперт Константин Боровой, который считает, что Путин планирует широкомасштабные действия в Украине, и он призывает руководству Украины относиться к этой опасности. И там есть одно последствие вот этой возможности. Значит, вы употреблили термин «зонтик». Последствия такое, что этот зонтик не раскроется над Украиной. Если начнется широкомасштабная, полномасштабная агрессия, это захват Харькова, захват Крыма, то есть этого Киева, вот, европейцы рассуждают очень рационально и очень правильно. Поднимаете то, что с большой вероятностью Трамп придет к власти, то это хорошо, это изменит картину мира, но надо допускать возможность того, что Трамп не придет к власти, республиканцы не придут к власти, или изменится соотношение сил в Конгрессе, как это было уже во время первой каденции Трампа, когда Нижняя палата Конгресса делала все возможное, чтобы помешать Трампу, как президенту Соединенных Штатов, действовать. Вот. И позаботиться о себе необходимо, конечно, европейцам, тем более, что НАТО, вот эта европейская структура безопасности, она представляет из себя все-таки сегодня сочетание двух противостоящих друг другу конструкций. Это восточная часть НАТО, Польша, страны Балтии, между прочим, Скандинавия и Великобритания, и западная часть НАТО, которая больше ориентируется на Соединенные Штаты и Соединенные Штаты. Это очень разные концепции, разный подход к этому конфликту в Украине. Вот. И если восточные европейцы хотели бы поражения Путина и ни в какие соглашения с Путиным входить не собираются, то западная часть НАТО, западные союзники Соединенных Штатов и сами Соединенные Штаты, находятся в договорных отношениях с Путиным. И это не только милые такие звонки Макрона Путина, вечерние звонки, это ещё и визиты высших руководителей Соединённых Штатов в Москву, соглашения, переговоры, переговоры, которые начались до начала военных действий задолго и продолжались, и продолжаются сейчас. И это просто другая позиция. В этих условиях я очень хорошо понимаю европейцев, которые наконец-то последовали призыву Трампа заботиться о собственной безопасности самим, не очень рассчитывать на Соединённые Штаты, в которых к власти могут прийти коммунисты. Понимаете, вот сегодняшняя власть – это всё-таки такая центристская, консервативная часть социал-демократической партии США. Но у этой партии есть и радикально левая часть, которую представил, скажем, Кеннелл и Харрис, вице-президент. Не дай Бог, что произойдёт с Байденом. И европейцам придётся иметь дело с социалистами без дураков, с коммунистами, с Берни Сандерсом, которые непредсказуемо, это очень мягко сказано, понимаете, которые могут начать, я не исключаю такую возможность, могут начать воевать на стороне России против Украины. Социалисты, коммунисты. Алексей Антонович, я как раз закончил вчера читать мемуары Сергея Степашина, пойти в политику и вернуться. И там есть любопытный эпизод в этих мемуарах, где Степашин вспоминает, как он первый директор ФСБ и захват больницы Будённовский. И я обомлел, когда читал его мемуару, он рассказывает о том, что российская власть, когда отпустила боевиков на автобусах, но мы помним это, в том числе сопровождал тогда и Сергей Дамович Ковалёв, ряд других людей, они ехали с боевиками автобусов. Российская власть всерьёз думала расстреливать эти автобусы, чтобы боевики не вернулись в Чечню. Потому что была следующая мысль, вот если убить боевиков, но очевидно из заложников, то умрёт меньше заложников, чем умрёт в случае, если Басаев доберётся обратно до Чечни. То есть опять же мы говорим об отсутствии морали в политике. Если продолжать вот эту аморальную логику в политике, может быть действительно сейчас есть возможность для Европы обойтись малой кровью, вступив в эту войну на стороне Украины против российских оккупантов. Как бы фантасмагорично это сейчас не звучало, потому что потом Европа будет платить больше крови и жизни своих людей. Вот как вы считаете? Ну, у нас с вами есть на самом деле два примера. Будённовский Беслан. В Беслане при Путине российские войска решились на штурм. Погибло 200 детей. Ну, совершенно невинные жертвы. Вот, но бандиты были остановлены. А в Будённовске это начало мирного процесса. Начало процесса, в результате которого было заключено Хасавьевское соглашение и Чеченская республика получила отложенную независимость. С 2001 года Чеченская республика и Чекерия должна была стать независимым государством. Ну, тогда были заложены принципы, ну, реализовались принципы всё-таки демократического государства во времена Степашина. Значит, тогда присутствовали вот эти имперские мотивы, имперские амбиции военных. Вот, но они, слава Богу, тогда не победили. А правозащитники, журналисты остались живы. И начался процесс остановки военных действий Чеченской республики. Вот, совершенно позитивный процесс. Чеченская республика должна была быть независимой. То, что касается Украины, понимаете, компромисс, который возник в результате действий Восточного блока НАТО, это компромисс, на основании которого Соединённые Штаты всё-таки оказывали какую-то помощь Украине. Перед началом войны было громкое заявление Джо Байдена, что Путин начнёт наступление на Украину, и Соединённые Штаты не будут принимать участие в этом конфликте. Кстати говоря, в это же самое время делалось заявление по поводу Тайвая, похоже, что Соединённые Штаты не будут участвовать. Потом оно было скорректировано. Но вот эта микроскопическая помощь, капельная помощь, она была результатом противостояния внутри блока НАТО между Восточным и Западным, так сказать, его частями. Могут ли европейцы сегодня отделиться от блока НАТО, от Соединённых Штатов и начать действовать независимо? Я думаю, что нет. И это связано со многими причинами. Великобритания действовала несколько раз во время войны и до войны пыталась действовать независимо от Соединённых Штатов, от НАТО, вот хотя бы в тот момент, когда самолётами поставляла противотанковое оружие на территорию Украины. Но это такой маленький эпизод, сделать из этого глобальную политику невозможно. то есть заставить европейцев сейчас противостоять союзу Байдена с Путиным, я думаю, что это нереально, к сожалению. Для Украины, для нас, вот, мы это можем ожидать только после того, как социал-демократы отойдут от власти. Александр Анатольевич, тут Алексей Аристоевич в одном из своих постов заявил примерно следующее, что Украина сама виновата в том, что республиканцы они не против Украины, но они в какой-то степени обижены на Украину даже не столько из-за Трампа, сколько из-за того, что Украина не уж слишком хочет разделять левые ценности, которые органичны, непонятно, кстати, почему, нынешняя демократическая партия, которая играет на этих ценностях, то есть она стимулирует эти ценности. Вот согласны ли вы с этим, что Украина заигралась в эти левые ценности, кстати, к слову сказать, в той же Грузии и в ряде других стран мы видим, принимаются законопроекты, которые напрямую идут перпендикулярно этим ценностям и в интересах народов, где принимаются эти законы. Вы знаете, Алексей Арестович еще недавно произносил какие-то ужасные слова по поводу республиканцев, Трампа. Я очень рад, что меняется его позиция. Ну, как-то в каком-то странном направлении республиканцы обижены на Украину, но этого нет. Пактор Украины не играет вообще никакой роли в внутренней политике в Соединенных Штатах. И Майк Джонсон, который продвигает сейчас этот закон о начале кредитования Украины, ну, все это свидетельствует о том, что ну, нет, не просто никакой обиды со стороны республиканцев. Просто фактор этот не учитывается. Республиканцы традиционалисты, они защищают свободу и демократию, в том числе в Украине и говорить, оправдывать какие-то неточные действия руководства Украины тем, что на них обижены республиканцы, ну, это смешно. Украина находится сейчас на пороге очень опасных событий. Событий, в результате которых, как я считаю, Путин начнет полномасштабную агрессию. Возможный захват Харькова, Киева и не для того, чтобы контролировать территорию, а для того, чтобы реализовывать вот главную цель Путина проводить пропагандистскую кампанию. Я то, что вот я улавливаю из Кремля, это их желание начать просто судебный процесс, трибунал над украинским нацизмом, фашизмом, придуманным ими же. Понимаете? И они сегодня, насколько я понимаю, мечтают о захвате части руководства Украины, чтобы судить их на этом трибунале, процессе. Это очень опасные замыслы. И я бы не хотел, чтобы они осуществились. Я об этом предупреждал уже давно руководство Украины. И предупреждаю еще раз, это очень опасно. И надо понимать, ну вот по теракту, мы видим это, понимаете, по теракту, который организовал и проводил ФСБ, но одно из последствий это соболезнование Путину, террористу Путину, который ведет варварскую войну, который сам организует эти теракты против граждан России, который фальсифицирует выборы, и в результате ему там сочувствуют лидеры западного сообщества. Но я очень боюсь, что в результате вот этих судебных процессов трибунала, которые они планируют, наметили, ну тоже какие-то такие неточные и неадекватные действия последуют. Константин Антонович, вы знаток Федеральной Службы Безопасности, вы очень хорошо знаете, как она функционирует, и поэтому задам вам следующий вопрос. Вот проект Рубен Варданян, я не знаю, думаю, что вы Рубена Варданяна знаете лично, потому что он давно, скажем так, был на сцене, финансовой сцене России, основателя группы «Тройка диалог», если я не ошибаюсь. С сентября прошлого года он находится в тюрьме в Баку, обвиняется в сепаратизме, обвиняется в, скажем, разжигании сепаратистских настроений. Так вот, группа энтузиастов решила выдвинуть Варданяна на сыскание Нобелевской премии мира. Мы уже это видели, когда Алексея Навального пытались выдвинуть на сыскание Нобелевской премии мира в тот год, когда ее получил Дмитрий Муратов. Кстати, к слову сказать, за Дмитрия Муратова никто не порадовался, все его обвиняли в том, что эта премия должна была достаться Алексею Навальному. Так вот, вопрос у меня следующего характера. Понятно, что выдвижение на Нобелевскую премию мира это есть некий элемент защиты, попытки защитить Варданяна, попытки придать его делу публичность. Но у меня возникает два вопроса. Первое. Но неужели Нобелевский комитет настолько теперь не переборчив, что готов принимать заявки, скажем так, даже которая касается настолько противоречивых лиц, как Варданян, который действительно возглавлял сепаратистское образование на территории Азербайджана. И второе, самое главное, почему Путин не вписывается за Варданяна? Ведь за Красиковым пытается вписаться, который в тюрьме в Германии, постоянно о Красикове говорит, а про Варданяна такое впечатление, что все забыли. И обо нем забыли как о лузере, как о человеке, которому было поставлено задание, он его не выполнил. Вот как вы считаете? Ну, во-первых, это информация, это всего лишь информация, созданная искусственным путем и созданная, по всей видимости, группой поддержки Варданяна. Потому что каждый раз, когда им задавался вопрос, а кто эти люди, которые выдвигают Варданяна, кто эти лауреаты Нобелевской премии, ответ был, что мы вам сообщим позже. Это просто информация, в которой заинтересован Сан Варданян. Попытка спасти его, превратить его в страдальца, в лауреата или кандидата в лауреаты Нобелевской премии. Эта игра довольно частая. Нобелевский комитет все-таки он демонстрирует значительную степень разборчивости, когда дело касается выдвижения кандидатов. Ну, многие это используют, понимаете, сообщение о том, что появилась группа, которая выдвигает Варданяна, это сообщение ничего не означает. Опровергать его никакой Нобелевский комитет не будет. Наверняка есть какое-то обращение к Нобелевскому комитету формально. Вот. Путин своими грязными ручонками мог бы только помешать в этой ситуации. Поэтому, насколько я понимаю, Варданян, его команда его фанов, команда его поддержки к Путина даже не обращалась. Вот. Ну, это не информация, то, о чем вы говорите, это ну, слабенькая такая попытка помочь Варданян. То, что касается Навального, я знаю, ко мне обращались за комментариями по этому поводу и структур близких к Нобелевскому комитету, я им сказал тогда, что они могут делать все, что угодно, но к значит нобелевским лауреатам добавится еще назначение ФСБшного провокатора Нобелевским лауреатам. Вот. И, насколько я понимаю, это оказало на них некоторое воздействие, это соображение. Появилась информация о том, что за последние два месяца торговый оборот между Арменией и Россией составил более двух миллиардов американских долларов. Это очень и очень много, и это уже больше, чем в прошлом году. Причем среди номенклатуров товаров даже есть драгоценные металлы, но в частности алмазы. И эта схема с алмазами, она появилась аккуратно после того, как алмазы попали в последний санкционный пакет Европейского Союза против России. То есть это похоже даже на определенную синхронное действие. Я понимаю, что Армения и премьер-министр Пашиняна прежде всего думают о своих интересах, а не про Украину. Рубашка всегда ближе к телу и Пашиняна выбирает граждане Армении, а не граждане Украины. У меня больше вопросов к европейским структурам. Зачем себя так вести? Зачем с одной стороны говорить о том, какой Путин бяка, какой Путин агрессор, какой Путин завоеватель и джек потрошитель, а с другой стороны пытаться через другие страны продолжать торговлю с Россией и выстраивать эти схемы, контролировать их, закрывать на них глаза? Мы же понимаем, что сейчас невозможно держать закрытыми подобные схемы. Они известны. Вот зачем это нужно Западу, на наш взгляд? это позиции Соединенных Штатов. Они вводят санкции, которые не действуют, и они отменяют санкции. Это первое действие, которое совершил Джо Байден прямо 20 января. Он отменил санкции, вторичные, очень действенные санкции против Северного потока-2, когда американские компании прекратили сотрудничество с Путиным. Он отменил, это сотрудничество продолжилось, и Северный поток-2 был достроен. Вот, и, кстати говоря, достроен на деньги Соединенных Штатов, в том числе на их деньги. Санкции не действуют, и это принципиальная позиция, это позиция социал-демократов, демократической администрации США постараться не наносить существенный ущерб России. Вот, и это результаты их сотрудничества, и в результате Путин получает сегодня огромный доход, приближающийся к триллиону долларов в год за торговлю, в том числе алмазами, никакие санкции не действуют, или действуют на какие-то микроскопические проценты, или действуют очень формально, вот, и я вижу очень серьезную опасность, даже не, ну, в том, что сегодня поддерживается этот режим. Но самое главное в том, что этот режим укрепляется для его будущих планов. Огромные инвестиции сделаны в экономику западных государств. Все эти триллионы, несколько триллионов долларов, они размещены, и, знаете, это как в фильме «17 мгновений весны», если вы помните, там Мюллер или Борман говорит, что золото партии будет служить тем, кто придет после нас, тем фашистам. Ну, вот, золото чекистов будет служить тем, кто придет после Путина и будет влиять на политику, международную мировую политику благодаря вот этим накоплениям, которые сегодня сделаны и которые защищаются в том числе нынешней американской администрации. Если у меня будет возможность как-то влиять на эти будущие события, я обращу внимание администрации Трампа на то, что после Украины это самая главная опасность для мира огромные сделанные чекистами запасы, финансовые ресурсы, которые будут использованы против демократии, против мира на земном шаре. Татьяна Танчев, в завершении сегодня опять же не покидаем регион Южного Кавказа, потому что это интересно. Сегодня Франция в лице посла, если не ошибаюсь, Франции в Армении заявила о том, что Армения получит оружие. Цитируют такое, которое многие страны хотели бы иметь, но получит Армения. Это очень важно и классно, что Франция помогает Армении. Только у меня вопрос. Учитывая то, что сейчас Украина на себе испытывает тяжесть российской агрессии, и Украине нужно вот все оружие, вот все, что есть, хоть арбалеты, я не знаю, стрелы, арбалеты, луки, я не знаю, мечи, доспехи, все, что угодно нужно. Насколько рационально делать подобные заявления? Ну, хотите помочь Армении, но помогите тихо. Но ведь получается, что Франция вокруг этого разводит пиар уже для себя, чтобы показать, какой Макрон железный. Это все очень хорошо, но возникает вопрос. А Украина? Ну, во-первых, не очень ревнуйте к этим заявлениям Франции. Во Франции очень сильное армянское лобби, очень сильное влияющее на Киев Франции действие президента. Поэтому это реальная помощь, что говорилось бы о очень конкретных поставках вооружений. Ну, и мне кажется, это очень провокационные действия, потому что поставлять оружие в зону конфликта – это опасно просто. Я бы призывал Машиняна, Армению вообще делать все возможное для того, чтобы отделиться от России, от ее военных баз, от ее проникновения в государственную структуру, структуру безопасности Армении. Роль России в Армении очень провокационна. До сих пор. наносят ущерб самой Армении. И кое-что делается для, так сказать, освобождения вот от этой вассальской или колониальной зависимости Армении, но очень мало. И в Армении очень сильны российские деньги. И ситуация действительно очень похожа на Грузию. Вот этот Иванишвили, который пришел с миллиардами Путина и фактически остановил демократическое развитие Грузии. Ну, пока в Армении там Пашинян все-таки независимый политик, но влияние российских денег там очень сильно в Армении. И я здесь в Соединенных Штатах общаюсь с армянским сообществом. Я их предупреждаю, обсуждаю эту ситуацию. Ну, у них какой-то знаете, какая-то беспечность. Они считают, что это инвестиции российские в Армению. Они безопасны. Но это не так. Константин Антонович, вы сами упомянули Грузию. Не могу тогда вам не задать вопрос. Появилась информация о том, что вновь власть в Грузии попытается протащить через уголь наушко законопроект об иностранных агентах. То есть, по сути, кальку с российского законопроекта. Мы понимаем, для чего это делается. В прошлом году это вызвало протесты в Грузии. Я прогнозирую, что в этом протестов не будет. Вопрос. Почему на это не реагирует Европа? Когда Тимошенко Янукович сажал в тюрьму, из Украины не вылезали Кокс и Квасневский. Если вы не выпустите Тимошенко, вы не получите соглашение об ассоциации. Но вы же допомните, 2012-2013 год. Саакашвили сидит уже три года. Никто к Саакашвили не наведывается. И стоп чиновников Европы. Забыли, плюнули, растерли. Так? Неважно, Саакашвили бывший президент, как к нему не относись, растерли и забыли. Теперь законопроект об иностранных агентах. Грузия восстановила авиаперелеты с России. И при этом Грузия кандидат на наступление в Европейский Союз. Ну, объясните мне, это что, Орел? Есть, то есть, одни равны, а есть те, кто равнее? Нет, ну, ситуация не так хороша для партии «Грузинская мечта», как вы говорите, в некотором смысле Грузия находится в изоляции существенной. Сокращены инвестиции, есть политическая изоляция, вступление в Евросоюз маловероятно с такими политическими установками, которые сегодня доминируют в Грузии. давление на руководство Грузии оказывается очень сильное. Вот, и мне кажется, они действительно пытаются повторить опыт, авторитарный опыт России. вот, я не, ситуация все больше и больше становится похожей на Беларусь. Понимаете, пока на территории Грузии нет российских войск, но я не исключаю, что это обсуждается, в этом направлении произойдут изменения. вот, это ситуация, которая провоцирует народ Грузии к самозащите, значит, а грузины допустили приход к власти путинской агентуры, сегодня расплачиваются за это, выборы фальсифицируются, ведется пропагандистская антидемократическая кампания, национальная партия, ну, лидер этой партии в тюрьме просто, как мы с вами знаем, вот, Ваномир Бешвили только что освободился из тюрьмы, тоже один из соратников Саакашвили, ну, я призываю граждан Грузии к сопротивлению, но это единственное, что мы можем делать. Вот, ситуация опасная для Крузи. Константинович, я вам очень благодарен за это интервью, мы пришлись по всем ключевым темам, друзья, пожалуйста, вознаградите нас, Константиновичем, лайками на канале Константиновича, подписками на канале Константиновича и подписками на моем YouTube-канале, тоже лайками, обязательно комментариями и там, и там, у нас разные аудитории, на ней очень часто пересекаются, это важно для продвижения видео, чем больше будет просмотров, лайков, комментариев, тем больше будет у Константиновича желание продолжать эти прекрасные интервью. Спасибо, Константинович, и до новых встреч. Спасибо, Михаил.